Узбекистан закрыл госграницу и отменил торжества по случаю 25-летия независимости из-за инсульта президента Каримова. Мировые СМИ гадают, жив ли узбекский лидер. Жители республики с сообщением о смерти пока не верят. Каждый август-сентябрь ходят такие слухи о том, что он болеет. Это уже традиция. Но, конечно, пусть он живет, потому что он держит границу. Туберкулезники с открытой формой, пациенты отделения опасных инфекций и здоровые дети на одной детской площадке. Особенности национальной системы здравоохранения в Таджикистане. Репортаж из города Турсунзаде. Врачи детского инфекционного отделения провели ремонт семи из 28 палат за свой счет. Непримиримые сирийские повстанцы с боем взяли сразу несколько городов на северо-западе Сирии. Под угрозой крупнейший аэродром армии Асада и исторический христианский город Махрада, где недавно уже была массовая резня, устроенная радикалами. Они бежали, как крысы, от нас, стоящих перед воротами города Махрада. В российской провинции детей в школу собирают буквально по принципу «С миру по нитке» голому рубашка. Денег на школьную форму, тетради и учебники у населения попросту нет. Я бы, честно с словом, ушла, убежала бы из этой России вообще куда-нибудь, потому что бросили всех. Новый нелегальный бизнес на доисторических костях. Черные копатели добывают бивни мамонтов в вечной сибирской мерзлоте и продают за сотни тысяч долларов в Китае. Ущерб экологии колоссальный. Уже почти уничтожена водная флора и фауна целых районов, сравнимых по площади с Германией. Узбекистан перекрыл государственные границы. В Ташкенте были отменены практически все официальные мероприятия по случаю Дня независимости республики. Западные российские СМИ уже связали эти меры с инсультом президента Ислама Каримова и даже с его возможной смертью, которую якобы скрывают официальные узбекские власти. Тем временем Ташкент утверждает, что состояние Каримова стабильное, а отменены были только мероприятия, в которых он собирался участвовать. Народные гуляния по стране прошли запланированно. 78-летний Ислам Каримов обычно принимал самое активное участие в праздновании Дня независимости. Он выступал с праздничной речью в Национальном парке имени Алишера Наваи, а в конце праздника исполнял харизмский танец Лизги. В этом году праздничные поздравления зачитал премьер-министр страны Шавкат Мерзиёев, которого считают самым вероятным преемником Каримова. Младшая дочь президента Лола Каримова-Теляева, которая накануне сообщила на своей странице в Инстаграм об обширном инсульте своего отца, в День независимости поблагодарила жителей страны за пожелание выздоровления Исламу Каримову. По ее словам, эта поддержка помогает в исцелении президента. В связи с сообщениями о возможной смерти узбекского лидера, эксперты прогнозируют разные сценарии развития политической ситуации в Узбекистане, вплоть до дестабилизации. У нас на связи наш корреспондент Джибек Бегалиева, которая находится на закрытой Узбекистаном границе с Кыргызстаном. Джибек, здравствуйте. Что происходит сегодня на границе и как местное узбекское население восприняло известие о тяжелом состоянии Ислама Каримова? Здравствуйте, Динара. Мы сейчас находимся на одном из самых главных КПП между Кыргызстаном и Узбекистаном. Сейчас он временно закрыт. По ту сторону, по словам пограничников, граница охраняется в усиленном режиме. Официально это связано с празднованием Дня независимости в соседней республике, хотя закрывают контрольно-пропускной пункт по этой причине. В конце каждого лета в этом году дальнобойщики, которые везут груз в Узбекистан, боятся, что в обещанное время въезд туда могут не открыть. В ожидании каких-то вестей здесь стоят десятки большегрузных авто. Говорили, что откроют 5 сентября. Зато своих граждан узбекские военные спускают без всяких препятствий. Особый режим также не распространяется на кыргызстанцев, которые остались там. Нам удалось поговорить с некоторыми из тех, кто только что вернулся с Узбекистана, но большинство из них говорят, что якобы ничего не знают о госпитализации Ислама Каримова. Вы слышали что-нибудь о том, что Каримов сейчас находится в больнице? Нет, не слышали. А там по телевизору ничего не говорили? Нет, ничего не говорили. Маршрутные такси, на которых люди из Узбекистана добираются до ближайших сел, курсируют так же, как обычно. Каждые полчаса отсюда отъезжает мини-бус. Специально на празднике эти женщины из узбекского Андижана приехали навестить своих родственников. Мы вышли замуж в Узбекистане. Сейчас едем к родным. Ничего о возможной смерти узбекского президента женщины по их словам не слышали. Говорят, что в Узбекистане это сейчас не обсуждают. Каримов, говорят, умер. Не знаете, это правда? Нет, мы не слышали, мы не знаем. У нас все тихо. Этнические узбеки, которые живут в нейтральной зоне, прямо на границе двух стран, считают, что вести о возможной смерти Ислама Каримова просто слухи. Каждый август-сентябрь ходят такие слухи о том, что он болеет. Это уже традиция. Но, конечно, пусть он живет, потому что он держит границу. Впрочем, большинство жителей при границе, по словам одного из местных таксистов, боятся говорить о политике. Боятся. Боятся. Все, кто туда переходит, боятся говорить. Мы будем следить за ситуацией на кыргызско-узбекской границе. А пока на этом у меня все. Динара. Спасибо, Джибек. Соседям Кыргызстана, где также отмечали 25-летие независимости, официальный праздник обернулся скандалом. Во время выступления президента Алмазбека Атамбаева демонстративно покинула сцену экс-президент республики Роза Отумбаева, в адрес которой действующий глава государства неожиданно выдвинул довольно серьезное обвинение. Они касались в основном действий временного правительства во главе с Утумбаевой в 2010 году, сразу после последней кыргызской революции. Вот как это было. Потому что в этой конституции заложены все мины для хаоса. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Мы помним бесконечные митинги, перекрытие дорог, захваты районных и областных администраций. Мы это прекрасно помним. Не надо нас пытаться считать за дураков. Президент Атамбаев обрушился с критикой на Розу Отумбаеву после того, как она и несколько ее бывших товарищей по правительству потребовали от президента не вносить предложенные им изменения в конституцию Кыргызстана. Как утверждают очевидцы, Атамбаев был очень раздражен во время своего выступления. Как вы уже слышали, он обвинил членов бывшего временного правительства, не называя, правда, конкретных имен, в мародерстве, превышении служебных полномочий и подстрекательстве сепаратистов. Видимо, Роза Отумбаева восприняла эти обвинения на свой счет. В таджикском городе Турсун-Заде на одной территории больничного городка находятся пациенты с открытой формой туберкулеза, больные с венерическими заболеваниями, и дети из отделения опасных инфекций. Тут же среди полуразрушенных корпусов находятся жилые дома. И пациенты, и местные жители зачастую беспрепятственно гуляют и общаются друг с другом. Анушервон Арипов об особенностях национального здравоохранения Таджикистана. Я лежала вот на этой кровати и из-за скрипа не могла заснуть. На нас четверых одна разваливающаяся тумбочка. Хотим, чтобы хоть шкаф нормальный был. Окна здесь не закрываются. Кровати старые. Ребенок спит на такой кровати. Потом у нее спина болит. Воды нет. Туалет ужасный. Старое аварийное здание, отсутствие каких-либо удобств, древняя разваливающаяся мебель. Так выглядит единственное детское инфекционное отделение в городе Турсун-Заде. Здесь сегодня лечатся 38 детей с диагнозами гепатит, острые капельные кишечные инфекции. Врачи боятся говорить на камеру, но за кадром объясняют, что персонал не может обеспечить даже элементарные санитарные гигиенические условия. Протирать полы только развозить грязь. Да и вода бывает нерегулярно. На все отделение один туалет. Врачи детского инфекционного отделения провели ремонт 7 из 28 палат. За свой счет они откладывали понемногу со своих зарплат. Ремонт, конечно, не капитальный, но лучше, чем ничего. В таком состоянии отделение находится уже более 10 лет. По словам врачей, они неоднократно обращались в администрацию города с просьбой о переезде или капитальном ремонте. Но они не были услышаны. Чиновники ссылались то на кризис, то на отсутствие бюджетных средств. Всего в 30 метрах от детского инфекционного отделения, кожно-венерологическое отделение и туберкулезный диспансер. Ни пациенты, ни врачи такому соседству не рады. Палочка Коха распространяется воздушно-капельным путем, а по территории больницы ежедневно гуляют пациенты всех трех отделений. К тому же земля вокруг туберкулезного диспансера всегда заражена на несколько десятков метров. Вы выпускаете ребенка из дома? Нет, мать закрыла дверь. Мы боимся выпускать нашего малыша. Напротив туберкулезного диспансера в бывшем административном здании больницы уже много лет как расположился многоквартирный дом. Жильцы боятся выпускать маленьких детей из квартир, а тех, кто постарше, отправляют играть за территорией медицинского учреждения. У людей нет денег на переезд. По словам местных чиновников, у администрации города нет фондов для их расселения. От жилого дома до туберкулезного диспансера всего 25 метров. Люди, конечно, не рады такому соседству. И уже на протяжении многих лет они обращаются к местным властям, чтобы хотя бы выделили им участки земли, на которых они смогут построить себе дома. Власти обещают врачам провести капитальный ремонт детского инфекционного отделения и закупить туда соответствующее оборудование уже в конце этого года. Но речи о том, чтобы переехать в более подходящее для отделения и безопасное место, пока не идет. Возможно, между зданиями будут поставлены заборы, чтобы пациенты этих отделений не встречались во время прогулки. А пока люди, больные различными инфекционными заболеваниями и жители близлежащего дома, вынуждены сосуществовать в одном пространстве. Анушер Луонарипов, Насим Исанов. Настоящее время. Таджикистан. И в продолжение таджикской темы. Госдепартамент США назначил награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении бывшего командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халилова, который перешел на сторону группировки «Исламское государство». Госдеп считает его одним из лидеров ИГИЛ. Помощник госсекретаря Курс Райс рассказал, что Халилов в годы службы в таджикском ОМОНе проходил в США курсы борьбы с террористами. Теперь он может эти знания применить против американских военных в Сирии. В самом Таджикистане против Халилова возбуждены уголовные дела по статьям «Измена государству» и незаконное участие в вооруженных конфликтах на территориях других стран. Его также разыскивает Интерпол. На родине Халилову грозит 20 лет лишения свободы по каждой из инкриминируемых статей. Далее в программе. Непримиримые сирийские повстанцы с боем взяли сразу несколько городов на северо-западе Сирии. Под угрозой крупнейший аэродром армии Асада и исторический христианский город Махрада, где недавно уже была массовая резня, устроенная радикалами. Они бежали, как крысы, от нас, стоящих перед воротами города Махрада. В российской провинции детей в школу собирают буквально по принципу «С миру по нитке голому рубашка». Денег на школьную форму, тетради и учебники у населения попросту нет. Я бы, честное слово, ушла, убежала бы из этой России вообще куда-нибудь, потому что бросили всех. Самый сильный человек России на своих плечах принес в филармонию новое пианино весом 280 килограммов. Это был подарок силача Челябинскому органному залу. Свою акцию Эльбрус Нигматуллин посвятил родному Челябинску и сыграл Мурку по просьбе собравшихся. Боевикам радикальных сирийских группировок удалось взять под свой контроль сразу несколько стратегических населенных пунктов в провинции Хама. Это на северо-западе Сирии. За последнюю ночь боевики, как сообщает рейтер, также взяли под свой контроль участок дороги Алеппо-Дамаск, по которой происходит снабжение сирийской армии, блокирующей город Алеппо. Сейчас наступление продолжается. Несмотря на удары с воздуха российской авиации. Как заявляют сами боевики, в ближайшее время они собираются взять штурмом крупнейший аэродром армии Башара Асада. Также в планах боевиков, как сообщает рейтер, штурм исторического христианского города Махрада на западе Сирии. Напомним, что в прошлом году захват этого города сопровождался массовой резней, в которой погибли, по разным оценкам, до 3000 местных жителей. Мы будем наступать, пока мы не захватим военный аэродром Хама. Это защитит всю провинцию и поможет нашим братьям-маджахедам в Алеппо. Они бежали, как крысы, от нас, стоящих перед воротами города Махрада. Также по информации рейтер, из захваченных боевиками районов, вслед за отступающими правительственными войсками бежит местное население, которое в основном лояльно режиму Башара Асада. Боевики сообщают о больших потерях правительственной армии и о кассетных бомбах, которыми с воздуха их бомбят сирийские и российские самолеты. Продолжаются ожесточенные бои между турецкой армией, вторгшейся на север Сирии и местным курдским ополчением. Президент Турции Эрдоган заявляет о том, что боевые действия будут продолжены до полной победы турецкой армии. «Пламя, которое обжигает нас сегодня, будет сжечь нас и завтра. И это неизбежно. Но огонь, который разожгли наши враги, сожжет дотла и их самих. Мы всегда сражались против террористов в рамках законов Турции. И будем продолжать это делать». Между тем, несмотря на воинственные заявления Раджепа Эрдогана, при посредничестве Соединенных Штатов минувшей ночью все-таки удалось установить режим прекращения огня на отдельных участках противостояния турецкой армии и курдов. США сейчас оказывает на Турцию беспрецедентное давление с целью прекратить истребление своих курдских союзников и, возможно, солдат американского спецназа, которые находятся в зоне боев. О турецко-курдском конфликте намерен жестко поговорить с Эрдоганом и президент США Барак Обама. Встреча может произойти уже в ближайшее время на полях саммита G20 в Китае. Соединенные Штаты приветствуют ночное прекращение огня между турецкими войсками и другими силами, сражающимися с ИГИЛ на нашей стороне. Нас радуют эти шаги. Мы приветствуем любой способ предотвратить столкновение между нашими союзниками. Приоритетом для всех должна быть только борьба с исламским государством. Наша общая цель – уничтожить ИГИЛ. Россияне на четверть сократили расходы на сборы детей в школу. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Экономить стали на всем – от тетради до школьной формы. Многие вынуждены брать кредиты. Микрофинансовые организации подсуетились и предлагают специальные займы для родителей-школьников под 700% годовых. Сколько стоит собрать ребенка в школу и где взять деньги? В репортаже Екатерины Пономаревой. Так выглядит кредитный школьный базар. Здесь, в офисе микрофинансовой компании, родителям дадут возможность собрать ребенка к 1 сентября. Под процент. Только сумму выберите. Наша акция называется «Собери ребенка в школу» и сниженная процентная ставка – это 1,9%. А обычное время? 2%. Это в день получается? 1,9%? Да. А это что-то около 700% годовых. Деньги дают на пару недель максимум. Тогда переплата невелика. Расти процент начнет, если будет просрочка выплат. Но здесь обещают никаких коллекторов. Все по закону. А если завтра зарплату задерживают одному или другому, что происходит? Будет ситуация, которую мы видели, печальная. Это будут выбивания долгов. Это будут требования сумм, которые абсолютно необоснованы. Люди эти кредиты, несмотря ни на что, берут. Собрать ребенка в школу в среднем в регионе сейчас стоит минимум 10-15 тысяч рублей. Для многих это половина зарплаты. В одном из самых старых и бюджетных универмагов Екатеринбурга говорят о них, как на бирже. Цена вещей зависит от курса доллара. В этом году ради покупателя здесь максимально перешли на отечественный продукт. Люди стали экономить, чувствуется, что средний чек, я думаю, он немного попал, потому что раньше люди брали по несколько сорочек, несколько брюк. Сейчас все-таки стараются взять по минимуму, то есть то, что необходимо, то, что они знают, что без этого не обойдись. Еще что-нибудь нужно тебе для школы? Все есть. Все есть. А может, кому-то из братьев и сестер что-нибудь нужно? Мне не надо. Почти все. В этом доме к первому сентября наскребли только на сборы первокласски Каролины. Как быть с остальными, мать-одиночка Наталья и не знает. Летом в школе ей выдали список учебников, которые нужно купить, и велели сдать по 150 рублей на нашивки с эмблемой на форму. Это в первый класс, вот где вот кругляшки нужно было купить. Причем здесь даже с указанием торговой компании? Ну да. Она бы, говорит, и взяла кредит, но боится, что без работы не отдаст в срок. Из шести детей у нее четверо школьники. Муж пил, развелись, и вот с февраля она никак не может оформить пособие. А чиновники навстречу не идут. Единственная возможность для семей с низким достатком более-менее собрать детей в школу, не беря при этом в долг, это частная благотворительная помощь. В году в таких фондах «Аншлаг» здесь собирают помощи от простых горожан и от крупных благотворителей. Я думаю, что это все вместе. И кризис, и цены выросли, и у нас, получается, семьи, они раз из года в год к нам приходят. То есть у них как бы не было денег до этого, а сейчас в связи с тяжелой ситуацией в стране еще меньше денег. Если портфелей и тетрадок хватило на всех, то с одеждой проблема. Вот, например, для 13-летнего Максима, пока мы не увидели только женские брюки. Видно даже по фото, что мальчику очень короткие штаны спортивные. Вот. Семья просит помощи, чтобы предоставили брюки черного цвета и синюю-белую рубашку. Максима мы свозили в магазин, купили ему и брюки, и пару рубашек. Только от съемок семья отказалась. Мама мальчика призналась, уже хотела занимать деньги на форменные штаны для сына. И выдохнула, когда поняла, что можно начать школьный год без долгов. Она не работает и недавно похоронила мать. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин сделал подарок Челябинскому залу органной и камерной музыки необычным способом. Он принес на своих плечах пианино весом 280 килограммов. Вот что сказал силач перед тем, как установить своеобразный рекорд. Свой подарок Нигматуллин вручил органному залу в честь 280-летия Челябинска. Расстояние, которое преодолел пауэрлифтер, составило 100 метров. Его подстраховывали друзья, такие же силачи. Пианино Нигматуллин донес до дверей зала. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты мне говорила, что не разлюбила, и перо за это получай. Свой рекорд Нигматуллин завершил исполнением на подаренном пианино Мурке по просьбе зрителей. Директор концертного зала заявила, что на подарке будет установлена памятная об этом дне. Табличка. Новый нелегальный бизнес на доисторических костях. Черные копатели добывают бивни мамонтов в вечной сибирской мерзлоте и продают за сотни тысяч долларов Китай. Ущерб экологии колоссальный. Уже почти уничтожена водная флора и фауна целых районов, сравнимых по площади с Германией. Этот 65-килограммовый бивень только что извлекли из вечной мерзлоты. Впоследствии его продали за 34 тысячи долларов. Два человека, которые нашли этот бивень, в течение недели отыскали еще три, один из которых весил 72 килограмма. Они отказались назвать точную сумму, но вероятнее всего они заработали около 100 тысяч долларов за 8 дней. В их родном городе средняя зарплата не превышает 500 долларов в месяц. В Китае бивни мамонта стали статусным товаром. Образцы резьбы по кости мамонта, как эти бивни на витрине в Гонконге, регулярно продаются более чем за 1 миллион долларов. Раньше охотники за мамонтами пользовались лишь заостренными палками, чтобы протыкать почву. Теперь они предпочитают водяные насосы. Из-за работы этих насосов долина заполняется дымом. Мощная струя речной воды размывает почву. В этом месте она не очень плотная. Вероятно, в древности здесь были болота, в которых тонули доисторические животные. В вечной мерзлоте бивни и кости вроде этой сохраняются тысячелетиями. Череп, подпирающий перекладину для чайника, принадлежит вымершему шерстистому носорогу. Еще один череп, увидевший дневной свет впервые за 11 тысяч лет. Рог шерстистого носорога весом в 2,5 килограмма был продан за 14 тысяч долларов. Во Вьетнаме считается, что порошок из рога этого вымершего животного излечивает рак. Когда этот рог попадет во Вьетнам, он будет стоить больше, чем если бы он был из чистого золота. Изрытая земля – наглядный результат работы искателей. Однако последствия для водной системы Якутии еще более разрушительны. Потоки грязной воды стекают в реки, когда-то богатые рыбой. Смесь грязи и воды стекает обратно в реку, резко повышая уровень ила. Искатели говорят, что уже несколько лет не берут с собой удочки. С каждым годом число искателей в Якутии, которое по площади в 8 раз больше Германии, растет. Только на этом участке одной из рек находятся три лагеря искателей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте quarantine.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!